Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и уже даже в новостной ленте прозвучала новость по поводу того, что игла седьмого вот этого вы сможете забрать абсолютно бесплатно. Что с собой машина представляет, обсудим через две минутки, буквально и выкатим ее из ангара. Что касается самого квеста. Назвается именно квест, а не ивент. Почему? Ну не знаю. Но суть сводится к тому, что с 20 по 24 число в какой-то из этих дней для вас лично активируется данный квест. Поэтому имеет смысл заходить в игру в каждой из этих дней. Сегодня 20 число и по состоянию на утро у меня лично квест не активировался. Что необходимо будет делать? С момента, как активировался квест, у вас будет 10 дней на то, чтобы нанести 265 тысяч урона. И кто-то сразу начнет кричать по поводу того, что это просто огромнейшая цифра и ее невозможно достичь. Но, ребят, возьмите, разделите ее на 10 дней и вы увидите, что в целом это выполнимо. 26 с половиной тысяч урона в день для того, чтобы получить игла, это не так уж и много. Если вы возьмете себе, допустим, в руки, ну безусловно, если он у вас есть, тот же самый Action X, то на этой машине можно смело за бой вывозить в районе 2000 урона. И, кстати, стоит обратить внимание, что даже проигрышные бои, а именно урон в них нанесенный, тоже будет вам идти в копилку и в зачет. Соответственно, нет необходимости переживать за то, что вам только за победные бои будут начислять, а значит, любой бой, который вы отыграете, уже будет вам суммировать наносимый вами урон в вашу копилку на игла. О чем это говорит? Это говорит о том, что, допустим, играя на том же Action X, вы сможете за приблизительно где-то 2, ну какой 20, наверное, даже за 15 боев делать свой план в день по наносимому урону. Если вы ленивый, но у вас есть бабаха, то на этом танчике, точнее на этой БТ-шке, за бой вы сможете делать 2 или 3 выстрела, а это в целом приблизительно 2000 урона, как ни крути. В целом, сыграйте в районе 12-13 боев на данной машине в день, даже проигрышных, сделайте 2-3 выстрела за бой, и в целом игл 7 ваш, если вы это сможете делать в течение 10 дней. Но, безусловно, лучше уходить вперед, потому что могут быть такие дни, в которые вы не сможете играть, ну и, соответственно, лучше сейчас вырваться вперед, чем потом наверстывать упущенное. Ну а что касается самого игла 7, машина неоднозначная, но что однозначная, так это то, что его стоит забрать, просто потому что он будет халявным. Он стоит в основном 3500 золота, раньше его продавали за 3500 голды, абсолютно голый, просто машину и слот в ангаре. Последний раз он появился на продаже за те же самые 3500, но уже с открытым всем оборудованием. А это какая-никакая, все-таки плюшка. Но в любом случае, это говорит о том, что ценник на машину падает. И особой популярностью игл 7, на удивление, не пользуется. Но хотя удивление не сильно большое, потому что машина давно в игре, и понятное дело, что все игроки хотят чего-нибудь новенького. Что собой машина представляет? Основная фишка данной машины заключается в том, что он фармит в два раза больше свободки, чем другие премиумные машины в нашей игре. То есть, коэффициент доходности по свободному опыту у него в два раза выше. Вот так я назову. Понятное дело, что играя на игле 7, вы, допустим, не будете вывозить в два раза больше, чем играя на каком-нибудь там, я не знаю, танке 8 уровня, на котором вы играете гораздо лучше. Здесь смысл немножечко в другом, и к этому вопросу мы тоже вернемся. Давайте обсудим в первую очередь орудие данной машины. Оно очень приятное, очень интересное. Хотя имеет чуть-чуть великоватое время перезарядки. 6,5 секунд. На эти 6,5 секунд надеты 225 единиц среднего урона. Это не так уж и много. Пробитие в целом достаточное для своего уровня, но против восьмерок, особенно если против тяжей, то будет уже, ну, я бы сказал, потяжелее. Что касается времени сведения и разброса, они заявлены как комфортные, а насколько это соответствует действительности, мы с вами посмотрим обязательно в бою, который увидим буквально через минутку. Что касается брони по машине, это средний танк, он неплохо забронирован против легких и средних танков своего уровня, ну, и уж тем более против шестерок. Против восьмерок отыгрывать нечем. Здесь есть комбашня, но ее, поверьте, никто выцеливать не будет, потому что вас можно бить в нижний бронелист, если вы его не спрятали. В верхний бронелист тоже не отличается особой броней. 131 с учетом приведенки, если вы прямо стоите к своему сопернику. Хотя порой на данной машине бывают рикошеты и довольно-таки часто, но в основном, как я уже говорил, против легких танков и средних танков. Тяжи пробивают просто-таки на ура. Что касается башни, это тоже не супер забронированная, имеет неплохой угол склонения орудия вниз, я бы даже сказал, очень комфортный. Но он больше для того, чтобы удобнее было прицеливаться по врагам, а не для того, чтобы отыгрывать от башни, потому что на нем, как ни становись, башню пробивать вам все равно будут. Хотя бывают рикошеты, в основном они, правда, бывают от маски орудия. Если сравнивать с главным конкурентом на уровне, а это Т23Е3, то Т23Е3, безусловно, менее забронированная машина. Тут брони существенно, как вы видите, меньше, но фишка данной машины немножечко в другом, и это покажет сравнительная таблица. Давайте будем сразу расставлять точки над И, поскольку мы не говорим с вами по поводу того, чтобы покупать или не покупать Игла 7, допустим, за 3,5, то тогда я не буду говорить по поводу того, что вот эта машина куда круче и стоит купить именно ее. Сейчас вопрос стоит в том, насколько просто хорош Игл 7, стоит ли ради него потеть, хотя вопрос риторический, поскольку вам его дают бесплатно. И тот квест, который необходимо проходить, он не требует от вас прям какой-то великой сноровки, как я уже сказал, по поводу там знаков классности, либо количества побед. Здесь есть возможность забрать, надо забирать все, что есть, насколько плохим бы оно ни казалось. Что касается ДПМа, то заявленный ДПМ, как вы видите, меньше двух тысяч, но если поставить оборудование в виде досылателя, то, соответственно, будет 2,100. Что касается Т23Е3, то даже без досылателя 2650, ну и, соответственно, с досылателем 2,850. Короче говоря, ребят, в отношении ДПМа, безусловно, Т23Е3 лучше. То же самое касается и сведения, и разброса, и главное, ребят, подвижности. Почему я говорил, что Т23Е3, несмотря на всю свою картонность, не так уж и плохо? Дело в том, что у него есть возможность сваливать, и сваливать очень быстро. 56 скорости, ну, больше, чем достаточно, чтобы это делать, и 30 назад тоже довольно приятно. А вот Игл, он отыгрываться должен аккуратно, потому что 42, это очень мало для среднего танка на своем уровне, и 21 назад тоже крайне недостаточно. Это все будем обсуждать сейчас в бою. Что касается доходности, 155 против 156, разницы я не вижу абсолютно никакой, и за одинаковые результаты на одной и на второй машине вы будете иметь, в принципе, одинаковое количество по серебру. А вот что касается свободки, то за одинаковые результаты на одной и на второй машине свободки вы будете на Игле иметь в два раза больше, чем получите на Т23Е3. Вот такая вот фишка данного танка. Что касается процентов побед, я не могу сказать, что это прям высокий процент побед, 52,8, чуть-чуть больше, чем у Т23Е3, И в целом по результативности машины я бы сказал одинаковые, а вот по комфорту игры я бы сказал абсолютно разные. Вот такие вот нюансы по техническим характеристикам, нам остается только выкатить данную машину из ангара и посмотреть, что она собой представляет в реальном бою. Что хочется сразу отметить, пока будем заходить в бой. Ну, во-первых, то, что более 70% постоянных зрителей моего канала смотрят его без подписки, как бы я ни старался, какие бы хорошие видео я для вас не делал. Вы продолжаете смотреть мои видео и за это вам огромная благодарочка, но еще больше я буду благодарен, если вы сейчас лайкните данный видос и подпишитесь на канал. Потому что именно ваша подписка вам лично ничего не стоит, ни одного гроша, а для канала это возможность конкурировать с другими, развиваться, ну и выпадать в предложение для просмотра от ютюба все новым и новым зрителям. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, нажмите сейчас на шильдик подписаться на канал, а я вам буду благодарен и отблагодарю все новыми и новыми видосами. Что необходимо знать про Игл седьмой? Про Игл седьмой необходимо знать, что он скудно подвижен и именно из-за своей скудной подвижности не стоит на этой машине рваться первым в бой, хотя порой очень сильно хочется. Дело в том, что неоднократно я наступал на грабли в виде того, что я врываюсь куда-нибудь, со мной вроде бы поехали мои союзники, а потом бацаньки, ребята испугались, развернулись и красиво оттуда свеляли. А я со своей скудной подвижностью этого сделать не могу и мне ничего другого не остается, кроме как оставаться на передовой, пытаться сделать несколько выстрелов, а 6,5 секунд все-таки немалое время перезарядки. Ну и соответственно бодро откатиться в ангар, поэтому едьте рядом со своими союзниками, отрабатывайте врагов вместе с ними и ни в коем случае не лезьте самостоятельно на передовую, если вы не уверены в своих силах. А уверенность в силах есть только тогда, когда против вас есть один соперник. Кину на вскидку и продолжаем обсуждать. Что стоит знать о машине? Очень хорошее время сведения, оно вполне себе даже комфортное, на дальних расстояниях разброс все-таки великоват и вяленько летит снаряд. В этом ему конечно не откажешь. Можно переключить на улучшение скорости полета снаряда, но я этого не делаю, потому что тогда падают другие показатели по орудию и вот так мне все-таки комфортнее отыгрывать. У нас начинается стояловая, это не очень хорошо, ну ладно, будем держать позиции, а что остается делать? Хотелось бы заехать сюда на горку и попытаться оттуда как-то подсветить, пострелять, вообще этим должен был заняться Т-54, ну да ладно. Не хочет, да и не хочет, заставлять не будем. Так, точность по орудию, в целом если вы нормально сводитесь, если вы никуда не торопитесь, то вы будете попадать практически всегда туда, куда вы целитесь. От башни отыгрывать, как я уже говорил, не сильно комфортно, ее пробивают, но поскольку маска орудия довольно большая, то в целом порой получается довольно бодро отхватывать непробития. Ну и когда эти непробития случаются, ты действительно безумно счастлив, потому что понимаешь, что тебе очень сильно повезло. Ну вот что делать? Ехать куда-то в прорыв не хочется, по крайней мере самому. Тяжелых танков наших, походу, сейчас продают и тогда мы еще и в корму будем иметь счастье видеть наших врагов. Ну давай, покажись. Почему я тебя не вижу? А, ты за тушей стоишь дохлый. Как я говорил, время перезарядки немножечко плоховато, все-таки на Т23Е3 это происходит гораздо все быстрее и веселее, но можно радоваться тому, что у тебя альфа чутка выше. Вот так вот мы втроем здесь великолепно остались, сейчас мы отхватим хорошенько, ну и будем смотреть на результаты боя. Обязательно заедем еще в одну катку, для того, чтобы закрепить результаты и убедиться в том, что машина играется приблизительно одинаково от боя к бою. Главное, чтобы вы от боя к бою одинаково отыгрывали. Я не хочу ехать с Т-54, во-первых, я на него очень сильно обижен, вот серьезно. Парень сначала отстоялся-отстоялся, а потом поехал неизвестно куда, непонятно зачем. То есть вот толку от него там сейчас. Так, засвет, супер хеллкэт. Ждет парень, пока из-за света уйдет, для того, чтобы выкатиться и Т-54 светануть и накинуть ему хорошенько. ВЗшка, к сожалению, ее не вижу. Подъеду-ка я лучше к ПТ поближе. Красавчики. Постояли, постояли. Теперь нужна помощь. Теперь мы будем бодро стоять. Ну окей. Не успел. Ну давай, еще чуть-чуть. Не люблю я, честно говоря, вот такие вот позиционные бои, когда ты стоишь и просто терпишь и ждешь, блин. Не для меня это. Я люблю мордобой. Я люблю заехать и начать рожи разносить, ну или чтобы мне рожу разнесли, да в ангар отправиться. А вот это вот, блин, унылое стоялово. Ну допустим, Леву я оттуда не выпущу без дополнительного урона. Вопрос в том, просто, что дальше. Там еще ПТшка где-то зависла. Лев решил спуститься. Ну окей, хорошо. Внимание на квадрат. Атулку от этого внимания, если Лев оттуда уже спустился. Одна ПТшка, скорее всего, у них в районе Респа находится, вот там на горке. Может против нее поехать пободаться, что ли. Вот товарищ, я так понимаю, что он спит. Но, ребят, это наш шанс, в принципе, поживиться. Так или иначе уроном. Точнее, его ХПшкой, а поскольку мы хотим посмотреть на результаты, что мы с этого получим. А этот парень еще и проснуться может в любой момент. Я думаю, что имеет смысл разобрать его. Ну и потом уже поехать к своим союзникам. Если они, правда, выживут. Кто-то скажет, что я олень, что не надо этого делать, что надо было поехать изначально с ними. Я реально не знал, где находится ПТшка. И, соответственно, был больше, чем уверен, что парень еще жив в чувствах. Ну и, соответственно, воюет. Разобрали Хеллкета, это уже хорошо. А, значит, шансы есть. Есть Левчик, который стоит над захватем. Сейчас пройдем к нему с двух сторон. Бой закончился. Ха, я за временем не уследил. Ничья, ребят, ничья. Вот так вот бывает. Долгое стояло не приводит к хорошим результатам. Ну окей. Смотрим на результаты боя. И сейчас обязательно заедем еще в один. Насколько качественно отыграл? Я не могу сказать, что прям совсем. Но свои 2000 урона я сделал. Сделал 2 единицы фрагов. И в целом это неплохо. Что касается того, сколько я получил за эту ничью, то это неполных 20 тысяч серебром. Голду, по-моему, я не использовал, если правильно помню. Сейчас на всякий случай глянем. Так, чтобы уже прям совсем для чистоты эксперимента. Да, нет у меня пополнения боекомплектом. Соответственно, это цифра, ну вот, с чистоганом, без према. Если бы был прем, то было бы 34 тысячи. Что касается результативности по команде, то вот, пожалуйста, второе место. То есть, получается, на самом игле седьмом можно сделать 12-13 боев в день. И в целом забрать себе игла седьмого. Вот такой вот парадокс получается. Ну что, давайте заедем еще раз и попытаемся отыграть. Может, вытянем на победу. Как я уже сказал, вот это вот стоялово, оно и привело к поражению. Почему поражению? Потому что ничья – это поражение, ребят. Поражение для обоих команд. Победу никто не одержал. Ну и, соответственно, нельзя говорить о том, что мы прям красавчики вытянули на ничью. Были шансы. Нам просто не надо было вот так вот стоять тупо. Почему я не ехал, я понимаю. Почему не поехали некоторые другие, вот здесь я уже немножко понимания не имею. Я бы поехал однозначно с ними в поддержку. Я думаю, что мы бы смогли нормально продавиться, смогли бы нормально поразбирать и на победу выйти. Хотя, в целом, и так неплохо, ребята, в конце и ПТшечку добрали, и в целом отыграли так, что выжили. Поэтому не знаю, прям, насколько прям ужасно отыграли. Но то, что ничего великолепного там не было, это однозначно. Мы опять находимся внизу списка. Против нас опять есть восьмерки, только теперь их уже гораздо больше. Если в прошлом бою, если не ошибаюсь, их было три, то теперь их пять. И это не очень хорошо. Да еду я, еду. Еду я с тобой, брат. Так точно. Само собой. Хотелось бы сделать сейчас победу с какими-то нормальными результатами, для того, чтобы можно было посмотреть на количество свободного опыта, который танк за бой вывозит. Вот это было бы действительно интересно. По той ничьей смотреть, ну, не знаю, насколько это показательно, но в любом случае, после боя посмотрим результаты и те, и другие. Засвета нет. Засвета нет, значит, ребята уехали. Ну, в принципе, неудивительно. Один средний танк на эту линию навряд ли бы сам поехал. Может, разве что с поддержкой ПТшки какой-то. Но, как я понимаю, ребята решили сфокуситься на центре карты. Вот он, товарищ, катается. Против семерки играть будем, это очень хорошо, потому что против семерок у нас какая-никакая броня есть, а угол склонения орудия действительно позволяет бодро отбрасывать из-за вот таких вот неровностей. Действительно очень комфортно. Так, вижу его. Вижу, на что у нас по возможности пробить. Спасибо, что довернулся. Если бы не доворачивался, я думаю, что ничего бы не получилось. Я так понимаю, что парень просто завис. Не повезло. Не повезло сопернику. Мне его искренне жаль. Я понимаю, что соперник, что я сейчас против него. Но в таких ситуациях мне действительно игроков очень жалко, когда они зависают, когда у них отпадает интернет. В первую очередь думаю по поводу того, как бы я себя чувствовал в этой ситуации. Ну и, соответственно, из-за этого жалостью к ним я и исполнен. Добираем брата. И кого мы видим? Мы видим тигра. Но против тигра мне бодаться в лобовую прям совсем никуда, потому что даже голдовыми снарядами тигра второго пробить мне будет очень сложно, когда он будет ко мне стоять в прямой проекции. Так, осталось двое. Здесь я уже могу немножко побыковать. Победа в любом случае будет. Мое дело сейчас понаносить максимум урона, какой только можно. Хотелось бы включить сейчас адреналин, но я не хочу тратить серебро. Я хочу увидеть честный результат. Как вы видите, точность орудия очень классная. Времени перезарядки, ну чуть-чуть, реально чуть-чуть не хватает. Прям громулечки какой-то. Давайте, добирайте его. Нет, не добрали? Ну ладно, тогда я доберу. Все, ребят, победа. Два фрага на счету. Вот такие бои я люблю. Вот это мне действительно нравится, когда происходит месиво весело. Когда можно заехать, устроить махач, поразбрасывать хорошенько. А теперь, что касается нанесенного урона. Как вы помните, там мы разбирали дефендера, и там больше было количество урона нанесенного. Здесь же урон 1870. Но этот урон более честный. Он добытый в реальном бою и не против спящего соперника. Что касается результатов по фарму серебра и по свободочке. Если бы у меня стоял прем-аккаунт, то у меня было бы 48800. Будем говорить 49000 серебра. Так у меня 30500. Без учета прем-ам свободки я получаю 380. А с учетом прем-аккаунта было бы 570. Согласитесь, это существенная цифра. То есть, в принципе, за такие вот победные бои, а они на Игле 7 встречаются довольно часто. Я бы сказал, где-то 6-7 боев вы однозначно будете выходить с такими результатами. Дальше вооружайтесь калькуляторами и считайте сами. Не менее 3000 свободки за, грубо говоря, 10 боев, отыгранных на Игле, толково отыгранных, вы будете иметь. По-моему, довольно-таки не кислая цифра в отношении свободного опыта. Ну и, соответственно, роста соответствующей копилки. Вот такой вот он, Игл 7. Брать или не брать, здесь вопрос вообще не стоит. Ребят, однозначно запотеть и забрать себе данную машину. Да и в целом потеть особо сильно не придется. Главное, чтобы у вас было плюс-минус где-то полтора часа свободного времени каждый день для того, чтобы сделать от 10 до 15 боев на машине, на которой вы за бой будете вывозить от полутора до двух с половиной тысяч нанесенного урона. Ну вот как-то так сходится математика. А это было честное мнение по поводу Игл 7 и события, которые всех нас ждет. Всем удачи, всем забрать Игла, ну и, соответственно, поднять свои копилки свободки. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»